Привет, друзья! Сегодня печем с вами шоколадный пирог с орехами. На приготовление этого пирога уходит от силы полчаса, но поверьте, он вкуснее и нежнее многих шоколадных тортов, с которыми нужно возиться по полдня. Да и на вид эта, казалось бы, простая и абсолютно недорогая выпечка подойдет для праздничного чаепития. Пирог получается очень нежный, воздушный, не сухой, с ярким шоколадным вкусом. А орехи отлично сочетаются с шоколадом и только улучшают вкус этой бесподобной выпечки. Итак, начнем. Сразу соединяем в чаше сахар и какао. Хорошо размешиваем. Это делаем для того, чтобы в дальнейшем из какао не образовались комочки. Теперь выкладываем сюда закваску. Можно использовать и кефир или ряженку, но с закваской, на мой взгляд, получается более воздушная выпечка. Сразу вбиваем сюда яйцо и добавляем растительное масло. Хорошо все перемешиваем до однородного состояния. Теперь высыпаем сюда щепотку соли и чайную ложку безверха соды. Мне больше нравится использовать в таких пирогах именно соду, а не разрыхлитель, так как с содой выпечка лучше, но это на мой взгляд. Размешиваем. И если вы видите, что сода плохо гасится, то прямо в тесто добавляем одну чайную ложку уксуса. Масса на глазах делается более пушистой и светлеет. Теперь высыпаем сюда просеянную муку и замешиваем тесто, как на оладье. В самом конце добавляем в тесто орехи, которые я просто порубила ножом. Берем форму и выкладываем в нее наше тесто. У меня форма диаметром 23 сантиметра и дно формы я застелила бумагой для выпечки. Равномерно распределяем тесто по форме. Ставим пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. И посмотрите, как хорошо поднялся наш пирог. Его готовность проверяем зубочисткой. Пока пирог немного остывает, делаем для него пропитку. Берем горячее молоко и добавляем к нему растворимое какао. Также сразу сделаем глазурь. В сотейнике на маленьком огне нагреваем сливки и добавляем к ним шоколад. Размешиваем все, чтобы шоколад растворился и получилась однородная масса. Вынимаем пирог из формы. Еще у теплого пирога я срезаю верх. И теперь с помощью кисточки пропитываю наш пирог густым какао. А затем заливаем пирог глазурью, делая подтеки. Сверху пирог посыпаем крошкой, которую я сделала из срезанного верха пирога. Ну и скажите мне, пожалуйста, чем вам не торт? Надеюсь, что вам понравился этот рецепт простого недорогого пирога к чаю. Можно сказать, за копейки, но очень вкусного и красивого. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас получилось. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока!